Первая работа называется Отлично с точки зрения хронометража, автор вписался Но начнем с нерадостных новостей Мне было мало, честно говоря Хотелось бы, чтобы это все продлилось дольше Первая работа, на мой взгляд, потрясающая Алексей Крылов, просто мой герой сегодняшнего дня Вы представляете, человек снялся во всех ролях И просто сработал как продакшн Ну, то есть, если вы обратили внимание на титры А там можно так посмотреть на титры Там только одно имя и одна фамилия Он в главных ролях, он продюсер, он режиссер, он звукорежиссер Ну, знаете, как вот в этих вардхаусных фильмах Когда, значит, один человек сам придумывает Все, значит, на основе его жизни Вот на основе книги В основе которой, значит, легла история его жизни Ну, в общем, вот так же у нас и Алексей Крылов Здесь есть этот самый вау-эффект И он в том самом моменте, когда, ну, мы видим Бандиты пострадавшие Вот, они вроде как То есть мы ожидаем, ну, я не знаю Какой-то кровопролитной развязки Вот, а все, вот как бы и вот в тот момент Когда они начинают переговариваться Друг с другом одним словом Там, ну, клади ты, клади ты, клади ты, клади ты Вот в этот самый момент начинается вот тот самый вау-эффект Там, то, чего мы не ожидаем Но единственное, что, на мой взгляд Вот, как бы слегка не дотянуто То есть там хочется какого-то выхода То есть мы как-то вот так вот у нас все нормально завязалось Вот, можно сказать, что даже там кульминация какая-то была А развязки так и не было Вот хочется развязки Вот, хотя работа, на мой взгляд, очень неплохая Я бы сказал, что краш-тест прошла Поэтому, Алексей, мы держим за вас скрещенные пальцы Желаем вам ни пуха, ни пера Вполне возможно, что именно ваша работа победит Смотрим следующую работу Вторая работа на краш-тесте сегодня называется Я люблю Лутик, я люблю Украину Сняли ее ребята из Phoenix Studio Отличная анимационная работа Я, честно говоря, не понял, какое отношение она имеет к Next Big Thing Ну, я не знаю, может быть, ребята просто не совсем правильно поняли задачу То есть нас интересовал короткий метр Там до трех минут какая-то история Вот, здесь я никакой истории То есть если бы история еще какая-то была Дело даже не в форме, не в анимации Ну, вот, хотя я там лично против А дело именно, ну, как бы в сюжете То есть в этой короткометражке должен быть сюжет Здесь нет никакого сюжета То есть это отличный рекламный ролик Луцка Вот я, если бы посмотрел Там еще там, правда, Дзидзя почему-то на велосипеде едет А он же ездит на этом здоровенном эскалейде Вот, как бы могли бы его уже как-то, ну, приблизить к действительности И посадить в автомобиль Вот, но там, помимо этого, все отлично, по-моему Я не знаю, вот я посмотрел, мне в Луцк захотелось Но, как бы, никакой мысли, кроме как То есть это же не конкурс рекламных работ Там по 24 областям Украины Правильно там, хей, сними рекламный ролик Там для своего города И пришли к нам на конкурс Нет, у нас конкурс короткого метра Поэтому сделайте что-нибудь другое Ну, как бы не то, что... Пришлите какую-нибудь классную работу Последняя работа на краш-тесте Сегодня у нас называется Морозову Ну, знаете, ну, мне понравилось Отличная, я считаю, операторская работа Хорошая режиссерская Вот, вот того самого вау-эффекта не было Ну, то есть вот не было того самого момента Где бы все ошарашились неожиданно Но настолько все как-то цельно выглядит Более того, я не знаю Вот у меня было такое ощущение Я посмотрел И после этого я еще сделал акцент То есть мне, мне почему-то казалось Что это длилось минут 5-6 Вот на самом деле 3.07 То есть что, в принципе, идеально Практически вписывается в хронометраж Который мы оговаривали Вот, я, ну, я считаю, что Не знаю, как на первое место Не знаю, как в качестве победителя Но в первую десятку вполне Хотя я не видел других работ Посмотрим Но из того, что я сегодня посмотрел Я не знаю Ну, наверное, там Это я поставил бы на первое место Первый работа поставил бы на второе место Ну и рекламный ролик Луцка Вот, я надеюсь, ребята его переснимут Сделают что-то поприкольнее Вот, и успеют все-таки прислать на Next Big Thing Потому что у вас осталось совсем мало времени Все, спасибо за внимание